Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Дукратный чемпион Великобритании Дензел Бентли бросил вызов Шанибеку Альмхануле. Черт возьми, казак стайл, это зверь. Отличное выступление, чемпион. Я бы с удовольствием разделил с тобой ринг в следующий раз. Давай сделаем так, чтобы это случилось, написал Бентли. Журналист Эван Уиллер предложил Шанибеку Альмхануле двух соперников для следующего поединка. Он станет проблемой для любого в 160 фунтах. Хотелось бы увидеть его в следующий раз против Адамаса или Юбинга-младшего. Инсайдер Рик Глейзер рассказал, почему бой Шанибеку Альмхануле с Дмитрусом Андрейдом не состоится. Я думаю, что Андрейд может отказаться от титула, потому что без промоутерской поддержки Топ Рэнк не предложит Андрейду ничего похожего на то, что Андрейд захочет против Жанибека. Возможно, Андрейд вернется к бою с Заком Паркером за временный титул WBO в 168 фунтах, победитель которого станет обязательным претендентом для Канело. Как только Жанибек станет чемпионом WBO в среднем весе, я не вижу никого, кто хотел бы провести объединительный бой с Жанибеком, поскольку бокс – это риск и награда. Журналист Дэнн Рафаэль спрогнозировал, как сложится ситуация с титулом WBO в среднем весе. Временный титул был доступен, потому что чемпион WBO Дмитрус Андрейд решил подняться во второй средний вес, чтобы бросить вызов Заку Паркеру. Однако их бой, который был запланирован на субботу, три недели назад был отменен, когда Андрейд получил травму правого плеча. Ожидается, что он выбыл из строя примерно на четыре месяца. Когда Андрейд будет готов вернуться, ему придется решить – отставаться во втором среднем весе или возвращаться в средний, чтобы провести обязательную защиту титула против Алимханулэ. Поскольку возвращение Андрейда в средний вес не предвидится, Алимханулэ будет повышен до полноправного обладателя титула. Самсон Левкович, промоутер Давида Беновидеса, уверен, что Сауль Альварес не станет следующим соперником его подопечного. У нас есть три варианта на ноябрь. Первый – Калип План, второй – Давид Морел, третий – Джернел Чарла. Других вариантов нет. Бой с Канелло не состоится, так что не продолжайте фантазировать по поводу Канелло. Он не выйдет на бой с настоящим народным чемпионом, поэтому давайте больше не говорить о Канелло. Этого поединка не существует, и он так плохо выглядел в бою против Дмитрия Бивола. Возможно, Канелло подерется с 40-летним мужчиной, но помимо этого он больше ничего не сделает. Так что, пожалуйста, больше не говорите о Канелло. Этот бой не состоится. Скорее всего, он не состоится никогда. Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Дмитрий Бивол может сразиться с Джошуо Буатси, если Сауль Альварес откажется от реванша с ним. Я думаю, что Бивол против Буатси – отличный бой. Возможно, мы устроим реванш с Ричардсом. Я не знаю. Есть бои с Энтони Ярдом и Калмом Смитом. Большие домашние поединки. Но я знаю, что Буатси хочет драться за титул. Канелло хочет драться с Биволом. Но, вероятно, мы пойдем за Геннадием Головкиным. Мы все увидим в ближайшие несколько недель. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok